По поручению главы района Бориса Егорова, его заместитель Андрей Буянов провел встречу с жителями Давыдовского поселения. Основные вопросы касались сферы ЖКХ. Борис Егоров встречался с жителями деревни Давыдова не далее, чем месяц назад. Тогда были зафиксированы 26 острых вопросов, большая часть которых касалась проблем ЖКХ. В минувший четверг жители вновь собрались в актовом зале Давыдовского лицея, чтобы обсудить наболевшее. На сегодняшний момент управляющей компанией промыто 60% домов и опрессовано из общего количества находящихся на нашей с вами территории. То есть мы идем по плану и к началу утопительного сезона все дома со стороны управляющей компании будут подготовлены к зиме. Значит, те дома, которые попали в программу текущего ремонта подъездов, ремонт подъездов начнется во второй декаде этого месяца. И мы постараемся максимально выполнить все, что мы обещали, все, что было вставлено в программу. То, что касается капитального ремонта домов, которые у нас запланированы на 2017 год, к сожалению, фонд капитального ремонта еще не провел конкурс, поэтому непонятно, кто будет выполнять эти работы, когда и за какие деньги. Около 30 лет во втором микрорайоне деревни Давыдова отмечается некачественное горячее водоснабжение. В прошлом году теплосеть обещала поменять 160 метров трубопровода, чтобы решить проблему, но удалось приступить к работам только этим летом. С целью, скажем так, улучшения условий подачи горячего водоснабжения в рамках полномочий МОК «Теплосеть» мы проводим определенный комплекс работ, в том числе замены тепловых сетей с увеличенным диаметром, как было сказано. Также на настоящий момент мы совместно с управляющей компанией проводим обследование тех инженерных систем, сетей, которые, можно сказать, ну не то что были ранее не осмотрены, но более глубоко погружаемся в некоторые аспекты теплоснабжения. Большую озабоченность и непонимание у жителей Давыдовского поселения вызывают вопросы оплаты внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Всех волнует объем предоставляемой услуги в рамках заключенного договора обслуживания с газовщиками. В принципе, это проверка. И в конечном итоге, если находят неисправность, они либо советуют вам поменять конкретный прибор, плиту, например, колонку или что-то, либо предлагают ее отремонтировать. Конечно, это будет за дополнительную плату, ну по согласованным с вами стоимости. А так это обслуживание того, значит, оборудования, которое у вас на сегодняшний день есть. Это будет за те деньги, которые вы платите. Уставы от обсуждения вечных проблем ЖКХ, присутствующие перешли к вопросам благоустройства поселения. В частности, говорили о необходимости установки дополнительных лежащих полицейских, об устройстве парковки возле станции Подосинки. Острую дискуссию вызвал вопрос переноса контейнерной площадки, расположенной возле первого дома во втором микрорайоне. К нам сюда разваливают мусор. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой дом. Шесть домов девятиэтажных носят мусор нам под окно. По конкретному месторасположению. Мы проводили сходы, помните, три года назад, и я предлагал место, где ее можно установить за первым домом, туда, на что жители сказали, нет, переносить не надо. Это место действительно, оно заполучное, мы там всегда ходим и думаем. Давайте вот соберем площадку, можем найти деньги, ну, с управляющей компанией договорились, чтобы ее туда вынести. Встреча продолжалась почти три часа. Иногда эмоции зашкаливали и люди срывались на крик. Однако быстро понимали, что разговор в таком тоне непродуктивен и переходили на деловой лад. По итогам обсуждения все вопросы были занесены в протокол и будут доведены до сведения главы района. Пока этого не случилось.